Добрый день, ребята! Сарай-Шек – это город, отличающийся своей роскошью и гостеприимством. Для каждого казаха, неравнодушного к прошлому своего народа, этот город важен своей поучительной историей, развитой цивилизацией, роскошной архитектурой. Сарай-Шек был домом ханам Золотой Орды, потомков Джучи, Монхитимира, Токтагула, Джанбека. Древний город расположен на территории Мохамбетского района, в 50 километрах от города Атырау. Здесь находится государственный музей-заповедник хан Ордалэ Сарай-Шек. Сарай-Шек – одно из древнейших исторических мест казахской степи. Здесь могилы 12 святых, которым поклонялись все казахи. Согласно легендам, здесь были похоронены незабвенные Едаге и Ертархан-Батыры. Об этом неоднократно заявлял в своих исследованиях известный писатель Мухтар Магауин. Именно поэтому этот исторический город называют священным местом Атырауской области. Ребята, вы знаете, что в городе Сарай-Шек правили более сотни ханов? Здесь есть мемориальный комплекс хан Ордалэ Сарай-Шек, который образует музей, небольшую мечеть и пантеон в честь ханов, захороненных на территории древнего города. Пантеон состоит из семи столбов высотой 17 метров с черными гранитными табличками, на которых нанесены имена ханов и годы их правления. Здесь были похоронены семь ханов – золотордынские – Сартак, Берке, Топтахья, Женебек, казахский – Касымхан, нагайские ханы – Измаил и Ураз. В их честь в 1999 году был построен этот мемориальный комплекс. По поводу причины наименования города Сарай-Шек. В 1729 году внук Чинглисхана Аббаты перешел в Сарай-Шек и захватил Кажи Тархан. Кажи Тархан ныне город Астрахань. Затем он прошел 380-400 километров по Волге и построил в красивом месте для монголов большой город. Известно из истории, что в то время местные жители называли его Сарай-Бату, то есть дворец, построенный Бату. Позже, когда Бату завоевал Европу и полностью покорил русских князей, братья поздравили его с победой и подарили 12-канатную позолоченную юрту. С этого дня Сарай-Бату назывался Золотой Ордой. Монголы назвали его Сарай, а построенный им городок рядом называли Сарай-Жук. Жук в переводе с монгольского означает рядом. На монгольском языке это означает близко к дворцу, большое, а это значит близкое к нему. Монголы назвали его Жуком, русские Чик, а казахи добавили сокращенный суффик Шек, так и возникло название Сарай-Шек. Согласно некоторым источникам предполагается другое название города Сарай-Шек. Говорят, что первая мечеть в западном регионе Казахстана была построена именно здесь. На крыше первой мечети висел желтый полумесяц из золота, поэтому город назвали Сарай-Шек от словосочетания Сарэ-Айшек. Еще одна версия названия города происходит из легенды о прецессе Сарэ. Когда влюбленные в девушку джигиты не смогли войти в ханский дворец, они обошли дворец и кричали «Сара, выходи! Сара-Шек!». И от этого произошло название Сарай-Шек. Что касается наследия музея Сарай-Шек, то в 1999 году был раскопан второй этаж двухэтажной гостиницы на 45 номеров, а в следующем году раскопан первый этаж. Рядом была найдена баня 13 века. Пол вымощен камнями, краска сохранилась в таком же состоянии. Найдены канализационные трубы, которые использовались в то время. Можно отметить открытие древнего колодца. Кувшин и чашка находятся на глубине около 7 метров. Свойство кувшина в том, что она меняет цвет в разное время суток. На одной стороне арабская надпись «Пусть сюда не нальется слеза!». Чаша была вторым предметом, найденной в мире. Первый из Египта, второй из древнего города Сара-Шек. Свойство чаши в том, что если добавить в пищу яд, цвет чаши сразу изменится. Поскольку это один из самых редких предметов в мире, плавучий кувшин и великолепная чаша были доставлены в музей в Нур-Султане 18 сентября 2000 года. Кроме того, в музее представлены украшения 6-7 веков, крючки, священный Коран, найденный при раскопках, сфероконусы, найденные при раскопках русского ученого Арсютова в 1937 году. Сфероконусы – это термосы того времени. Он состоит из двух стенок и полая посередине, и имеет способность поддерживать температуру до 24 часов. Всего таких сосудов 5. Два из них находятся у нас, а три других хранятся в Саратовском музее. Ребята, в середине 14 века в древнем городе Сарай-Шек построили канализацию, и вода поступала в каждый дом по керамическим трубам. Начиная с 14 века можно наблюдать в этом городе высокий уровень цивилизации. И одной из причин, по которой город стал известен на весь мир, было то, что Сарай-Шек был одним из крупнейших городов на трассе Великого Шелкового пути, который соединял Европу, Азию, Турцию, Монголию и Китай. Его расположение на перекрестле девяти дорог еще раз возвело славу городу Сарай-Шек и подняло это до небес. Энтони Дженкинсон, английский купец и путешественник, увидел Сарай-Шек и сказал На западе нужно увидеть Париж, на востоке надо увидеть Сарай-Шек. На этом наш урок завершен. Спасибо за внимание. Запомните, оберегать историко-культурное наследие – наша общая задача. Ответьте, пожалуйста, на три вопроса. Первый вопрос. Где находится город Сарай-Шек? Второй вопрос. В каком веке строили канализацию в городе Сарай-Шек? Третий вопрос. В каком году в Сарай-Шек был установлен мемориальный комплекс? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...